В любом случае, мы сегодня здесь все с вами собрались, выслушали очень много селекционных станций, опыт работы семеноводческих хозяйств, но семенной материал, посадочный материал, селекционные, оригинальные семена, элита, суперэлита, которые чаще всего выбираются нашими сельхозпроизводителями для основных сельхозплощадей. Это хорошо, но из опыта работы и практики, скажу, сталкиваясь на производствах посевных площадей зимой пшеницы, какие бы сорта, типы устойчивыми не были, они попадают в нестандартные климатические зоны, атмосферной почвенной засухи, норму влаги, ее отсутствие, либо переизбытки нормы влаги, которая может не соответствовать календарным дням, сезонности. И наша основная задача, работая на данных площадях, уметь регулировать культуру, управлять ей и помогать нашему производителю получить максимум в любых климатических условиях, только потому, что мы выращиваем с вами обыкновенную злаковую траву, оккультуренную сортотипом. Особенности сортотипов, как было сказано перед этим, очень важно учитывать по предшественникам, то есть культура возделывания посевных площадей, выбор сортов под предшественником и зонам, регионам расположения – это очень важно. Мы принимаем прямое участие в данном опыте работы, потому что от нас напрямую зависят дальнейшие результаты. Когда несоответствующий, неверно подобран сортотип по предшественнику или региону выращивания культуры, то ответственность также ложится на нас, почему мы получили такой маленький результат, низкие урожайности. И знаете, вот как я вам скажу, может быть консультационный центр Global Expert не так популярен и известен, потому что мы себя не рекламируем, мы работаем в полевых условиях, на производственных площадях и нашим товаросельхозпроизводителям мы получаем вне классических климатических зонах атмосферной почвенной засухи, в зонах зимней засухи, в условиях позднего посева выйти с посевами озимой пшеницы в обязательный продуктивно развитый узел кущения. Может звучит как сказка, но тем не менее, из опыта работы скажу, на протяжении уже пяти климатических зим большая часть площадей, которую мы сопровождаем, попадает в условия зимней засухи, мы получаем первые всходы в первых числах февраля. Посевы озимой пшеницы приходятся у нас в сроки сентябрь-октябрь, растянутые, растяженные сроки посева из-за производственных площадей, естественно, и семенной материал остается лежать в пассивных строчках у нас на протяжении трех-четырех месяцев в сухой почве. А есть регионы, где эта почва довольно-таки комфортна, высокой температуры, теплой, она совсем не охлаждается. Наша задача подготовить семенной материал с протравочным баком, оптимально с питательным протеиногенным составом, обеспечением и катализатором микробиологической сферы, резосферы, почвенной среды, для того, чтобы семенной материал, пролежав в почве на протяжении двух, трех и четырех месяцев в сухих условиях, не потерял свою энергию прорастания, однородность полевых сходов и смог именно регулируемый составом, чтобы на поздних этапах прорастания семян озимой пшеницы мы за короткий период времени получили развитый узел кущения. Тем не менее, вот данный слайд, это не слайд, а просто титульная обложка. Посевы 2019 года и 2020 года у нас приходились в сухую почву. Благодаря, ну не то, что благодаря, а к сожалению, таким сухим условиям посев регионов нам пришлось сместить сроки сева практически на месяц. То есть это был конец сентября и начало октября. Семена действительно находились в сухой почве и находились в сухой зимней климатической засухе, без наличия глубины снега, без нормы выпада осадков, 0,0 осадков. И первые посевные строчки проявились в первых числах февраля, 2-3 февраля. Вот вы видите, на данный момент фотография, это 3 марта, мониторинг полей. Специалисты компании «Эксперт» и компании «Глобал Эксперт» производят мониторинги полей, работаем с лабораторией, именно проверяем культуру на паразитизм, на упреждение искоренения болезни, иммуномодулируем ее, и протеиногена обеспечиваем развитие узла окущения через биосинтез. Вы знаете, тяжело, конечно, за короткий период времени глубоко раскрыть эту тему, потому что она в обучении действительно занимает 4 часа, но образно скажу так. Так как климатические условия и зоны у нас сейчас, культуру выращивания озимой пшеницы, изменились по срокам, то действительно у нас сейчас сократился календарный период времени для полноценного развития физиологических ее циклов. И мы, получается, что за 2 физиологических цикла развития озимой культуры пшеницы не получаем полноценного ни одного развития цикла. И в этих условиях нам необходимо компенсировать потерю этого биосинтеза, не восстановить, а именно отрегулировать культуру на максимальное производство колоса. Но говорить можно о многих климатических условиях, потому что если 5 лет мы находились в условиях климатической засухи, осенне-зимне-весеннего периода времени затяженного, то в этом сезоне многим регионам пришлось столкнуться с избытком влаги. И оказалось так, что они получили урожайность в этом сезоне даже ниже, в отличие от климатической засухи. Вопрос почему? Именно потому, что наработанные технологии на почвенной засухе не поспособствовали справиться с этой работой в условиях переизбыточной влаги. И когда мы имеем наличие влаги и идет переизбыток ее в почве по норме выпадов, нам необходимо уметь утилизировать доступные формы азота в продуктивность развития колоссовых стеблей. Вы знаете, сумбурно и много можно сказать, но как это все делается, как производится? Это все производится в полевых условиях, мониторингом полей, с преиспользованием лаборатории, выявлением подвижности питательных веществ, активных, неактивных, с избытком, может заблокированы какие, и регенерацией корневой системы. Говорю эту тему сразу и обозначаю самой важной. Почему? Потому что она начинается с обработки семян. Ну, например, на период молочной спелости, на предприятиях, где работаем, мы уже давно были приняты решения по закупке определенных сортов семенного материала, протравителей и средств защиты инсектицидов для протравки семян, питательных составов также. Здесь, конечно, приходится учитывать иммуномодулирующие свойства семенного материала от его генофона. Тоже тема глубокая, с которой мы работаем. Выходя на посевы озимой пшеницы, естественно, мы всегда определяемся с хозяйством по срокам. Ориентировочные сроки все могут из нас определить, но в зависимости от региона и расположения хозяйства, они индивидуальны. Кто-то начинает на 10 дней раньше, кто-то позже, кто-то в оптимальной, кто-то в очень поздней и недоступней, поздней выходит. Есть регионы, где даже выгодно выйти в очень поздние сроки, пусть она лучше уйдет в фазе шила в зиму и весной выйдет как ярового влияния, чем она погибнет у нас в климатической зиме, особенно если есть регионы не мягкой климатической зимы, а с низкими минусами на открытый агрофон ложатся. Но тем не менее, обработки семян в себя включают, все знаем, это обязательные составы по протравочным бакам, которые должны справиться с нашим эндопаразитизмом почвенной среды и климатических условий, влияние ее. Но от сроков посева и условий климатических мы регулируем семенной материал регенерирующими составами протеиногенного влияния, либо ретардантными составами зимостойкости. Я эту тему всегда поднимаю в обучениях, плотно раскрываю, потому что она не теоретическая, не рекламная, она работана большим опытом работы на больших производственных посевных площадях и с очень достойным высоким показателями по урожаю. Говорить могу об этом смело и уверенно, потому что действительно это происходит уже у нас на протяжении ни одного и не двух, а шести, восьми, семи сезонов подряд. Но не бывает одной технологии, не бывает одного единого правила как по пожневным остаткам, так и по подготовке семян. От сезона к сезон они все меняются в зависимости от условий, среды, в которую мы попадаем. Что я могу сказать? Как правило, я рекламировать не люблю ничего, хотя мы являемся вроде бы как коммерческой торгующей организацией, но у нас для этого есть торгующие предприятия официальные, а мы действительно как прямое лицо от разработчиков Лиссабонского института, работаем с учеными Лиссабонского института, где разрабатываются инновидениями на период развития колоссового стебля. И было обмерзание не только листового аппарата, а измерзание колоссового стебля. Вот здесь был уже мастер-класс, индивидуальный подход к данному биосинтезу культуры и синтезированию белка на холодоустойчивость и вывести культуру на максимальную натуру колосса, налив зерна и товарную его спелость высокого качества. В опыте работы мы работаем как с мягкими сортами, так и с твердыми стекловидными сортами зимой пшеницы. И под каждый сорт, что мягкой, что твердой, естественно, культивируются разные агроприемы и технологии питания. Единая схема быть не может, и одного продукта питания или подхода по внесению азота тоже не хватает. Даже по сортотипам подходы по внесению азота различаются также. Тоже из опыта работы могу поделиться и подсказать, если кому будет интересно. Работать приходится не только в Ростовской области, но и на территории всей России, как на мягких сортах, так и на твердых и стекловидных сортах. И показательно именно то, что стекловидные сорта действительно очень сложно выращивать, особенно в наших южных зонах. К ним надо иметь перспективно индивидуальный подход и регулировать культуру на утилизацию пластичных веществ на стекловидность и оболочку самой семянки, зерновки зимой пшеницы. Также работаем мы и на яровых пшеницах. Но, скажу так, много рассказать сегодня не получится и смысла нет. Думаю, не так уже интересно. Если кому необходима будет консультация, обмен опыта или подготовка семян к посеву, будем рады, обращайтесь. Поделиться опытом можем, только не рекламой. Вот, правда, могу прорекламировать, но не люблю. Для этого есть торгующие предприятия. А опыт работы у нас наработан с учеными европейскими. Именно их ДВ я беру. Почему так получилось? Не специально, честно скажу. Лет так 10 назад, тире 12, мне достались хозяйства, от которых отказались практически все. И сказали, нет, это зона риска или зона карантина и так далее. И один очень хороший человек просто меня забросил в эти хозяйства. Я сказал, вот она может, у нее получится, она знает. Но это было так, между собой, знаете, по-дружески. Но я действительно взялась в этих хозяйствах за работу. С помощью лаборатории я начала работать, выявлять некоторые проблемы. И так получилось, что я как раз поехала в Европу на обучение и прошла очень много лекций, которые меня связали с некоторыми разработчиками и производителями действующих веществ, которые производят и продают их на производство европейских удобрений. И вот сегодняшним днем мы действительно работаем прямолинейно с Лиссабонским институтом, учебные которых разрабатывают по нашей просьбе даже, по моим идеям, которые я вижу в климате проблемы, да, в сортах проблемы, в обороте проблемы, в культурах есть проблемы, есть зоны, где вообще, в принципе, недоступная зона на выращивание зимой пшеницы. Тем не менее, там начали уже выращивать мою зимую пшеницу. Екатеринбург, возьмите сейчас, у нас там бригада начинает работать. В этом году очень сложные условия сложились у нас в Оренбуржской области, вы знаете, Оренбуржья очень сильно пострадала от воздушной климатической засухи, где мы тоже выводили площадя на хороший достойный урожай, плюс 20 центнеров в сравнении с неуделенными площадями технологических подходов к адаптогенным свойствам культуры. То есть здесь объем работы на самом деле большой, и рассказать о нем невозможно, а по мере потребности можем поделиться. Я с вами согласен, есть какая-то хитрость, есть свои какие-то моменты в протравках, в стартовых обработках семян. Хочу сказать, что в беседе с нашими селекционерами, ну даже с людьми Адрианой Беспаловой, а с Александром Николаевичем Боровиком, им много раз подчеркнуло, что вот они берут, допустим, какие-то новые сорта, иностранные селекции, которые попадают в институт, на пробу, на сравнить, посмотреть, как с этих сортов вырастет, испытать, проверить на морозостойкость, на продуктивность и все остальное. И как бы вот очень интересный факт они отметили, что они, конечно, не делали химического анализа того препарата, каким обработаны эти входящие импортные семена. Но в молодости отметили такую интересную особенность, что в первый год посева вот эти вот иностранные семена, они даже, допустим, не гибридные, о которых мы там можем говорить, что это будущее, дай Бог, чтобы это не было нашим будущим. Мое такое мнение. Я согласна. Да, но они, вот эти семена, обработанные этими химсоставами, они давали большую морозостойкость, давали большой прибавку урожая, которые не подтверждались вторым и третьим годом пересева. То есть, вот интересный момент, значит, посели линейку сортов, да, вот раз среди топовых краснодарских сортов выскакивает какой-то немецкий или испанский. Это одноразовое влияние. Новый чемпион, да. Его пересевают, полученные семена, раз, и все, он даже в тридцатку не попадает. Нет, не попадает. И французские семена, и немецкие семена высевали. Если бы эти, ваши, значит, интересные секретные данные на наши семена, было бы, наверное, вложенность была не 60, там 20, как в нашем хозяйственном округе, было бы, наверное, 82 или там 72. Ну, из своего опыта скажу, действительно, на производственных площадях у меня есть 102 и 110 цент не равно гектар. Но это, опять-таки, сортотипы неимпортной селекции. Наши селекции благоприятно сложились в климатические условия, и мы утилизировали все действующие вещества и подкормки селитры в колоссовое значение. Мы полностью избежали дополнительного прироста подгонов лишней соломы. То есть, вот здесь очень интересный момент, когда даже на ослабленных пассивных площадях со слабым колоссовым значением, с низким потенциалом самого развития колоссового стебля обращаются хозяйства, и руководитель всегда спрашивает, что можно сделать. Я понимаю, что я уже толком ничего не получу, и мы понимаем, что мы технология сюда уже внедриться никак не можем, но есть действующие вещества, именно гидролизированные, протеиногенные, которые делают именно синтезирующее гидрообеспечение через дыхательные циклы культуры, которые заблокированы и не воспроизводятся у нас на протяжении длительного периода времени, когда идет стратегически самая важная фаза развития культуры. И не важно, это импортный сортотип или нашей местной селекции сортотип идет. Здесь надо регулировать, управлять культурой. А то, что касается импортной селекции, даже в Европе, у них она имеет характер единого оригинального выращивания. И у нас часто, я не знаю, как в вашем случае, а вот был у нас случай в прошлом сезоне на посевных площадях в Азовском районе, кстати, когда завезли импортную селекцию французскую, от 12 до 14 продуктивных стеблей, и на этом все. Они даже в наших условиях прошлого сезона не смогли налиться. Это часто в Европе. У меня в Европе много фермеров, которые также со мной практически консультируются. Мы день обедлимся опытом. Ну, вы знаете, в Европе фермер – это все малофракционные посевы. У них небольшие площадя посевные. Но, тем не менее, они даже все знают, что семена у них имеют оригинальное значение. У них нет семеноводческого своего производства. И часто нам они и достаются. Поэтому мы должны выразить благодарность и подхвалить, и сказать огромное спасибо нашим селекционерам, потому что на сегодняшний день никакая импортная селекция еще не подошла к продуктивности, по устойчивости к очень акклиматическим, к сложным условиям перезимовки, коротким фазам налива, к этой же веке, когда происходят все самые такие очень важные семяобразующие процессы в растении, да? Потому что все как бы импортные, смотришь... Особенно по пшенице. По пшенице, я по пшенице не говорю, да. Потому что по пшенице наши позиции еще сильнее. Все остальные, кстати, сельхозкультуры, там как бы уже дрожь в коленках. По той же самой кукурузе, по подсолнечку, я не говорю за сахарную свеклу. А по пшенице пока еще, вот спасибо нашим ученым, нашим пшеницам на сегодняшний день равных в мировой селекции нет. И хотел выразить признательность, и вот Анатолий Иванович уже убежал, Сергей Викторовичевич, здесь находится каждая пшеница, она, каждый сорт, он востребован в своей почвенной климатической зоне, в своем хозяйстве, под каждую технологию, которая в этом хозяйстве, она находится под тот набор сельхозтехники. И вообще есть такое понятие, как нравится сорт, люблю ей. Вот селью все. Вот есть сорт Силы Краснодарский. Я попробовал, не понравился он мне. Он последние два года не идет у нас вообще. Есть другие сорта, допустим, Гром прекрасный, честно, мне очень нравится. Темирязевка, другие сорта. Силы не нравятся. Сабербаш. Разговариваю с другом, говорю, а мне вот этот сорт нравится. Такой он меньше, полегает, стал в коленках, там, то-то-то. А мне нравится, я его сею и все. Поэтому я думаю, что мы должны, как бы, сказать спасибо огромное нашим селекционерам и продовольствия безопасности страны, и тот урожай, который в этом году в Ростовской области сформирован, конечно, благодаря и почвенно-климатическим условиям, и тем осадкам, которые прошли. Ну и во многом, я думаю, что процентов на 50 это заслуга нашей отечественной селекции, которая пока еще способна сопротивляться тому засилю импорта, который у нас со всех сторон нас атакует. Огромное вам спасибо. Да, я хочу подтвердить и усилить, потому что действительно мы работаем еще с европейскими, иностранными производителями и сельхозпроизводителями. И если бы вы знали, какое у них одержимое желание приобрести наши сорта, потому что когда европейцы приезжают ко мне в гости, я беру к себе на свои производственные площади, где мы работаем, они ходят с открытым ртом, хотя у них климатические условия куда покомфортнее от наших, плюс дотация от государства, там шоколадная, в отличие от наших производителей, вы все это знаете прекрасно. И тем не менее, они, когда видят опыт работы наш и наши результаты, у них просто сумасшедшее желание приобрести наши пассивные семена, зима пшеницы, наших селекций. Очень много семян продается, именно и в Западную Европу очень много ходят, и в Турцию ходят, и в Узбекистан, наш красотарский институт торгует, Средняя Азия очень плотно сидит на красотарских сортах, я вам честно скажу. И тот момент, что все наши степельные сорта, у них период налива 35-40-42 дня, а вся западная селекция, у них период налива пшеницы 60 дней выше, иногда я не ошибаюсь, у них плюсом 20 дней, то в наших жарких условиях зачастую просто мы получаем как бы на лучшую луку, а не зерно на иностранной селекции. А вот здесь, пожалуйста, обращайтесь, подскажем, могу поделиться, как действительно в засуху получить полноценный налив. Опять-таки, не хочу, не буду рекламировать, но действительно это можно, и это не опыты, это производственные площади, и не одного сезона. Но в прошлом сезоне на Ахмат, сорт Ахмат, 85 сантиметров на круг, это именно сорт дал. В общем предприятие показало 75 сантиметров на круг по предприятию. Продолжение следует...